На твою произвольную программу. Музыка с таким загадочным названием Дракула. Дракула. Тройной Риттбергер, двойной тулуп, уверенно. Оценка, видите, в левом верхнем углу наставло. 6.20 прыжок, 0.41 премия. Тройной флип с небольшой ошибкой. Наверное, там был небольшой гидокрут. Как мне показалось, компьютер сейчас посмотрит более тщательно. Виде съем за некачественное исполнение, приземление на две ноги. Ошибка на прыжке, тройной Риттбергер. Волнуется Лукреция Жунара. Видно, что дебютантка, ей очень тяжело выдержать напряжение двух программ. Короткий, произвольный, еще одна погрешность. Пока был хорошо исполнен только первый прыжок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вращение в третий уровень получила украинца Жунара. Напоминаю, что максимальный четвертый. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, вот комбинация, ой, хотел бы сказать, что удачно исполнена. Но прыжок она решила сделать третий, а третий-то не получился. Два прыжка из трех были сделаны хорошо. Спортсменки часто идут на сложный каскад из трех прыжков, который допускается один в программе. Но вот не всегда это себя оправдывает. А вот это опять, что ли, связка из трех что-то? А вот две связки из трех делать нельзя. Не знаю, как вы решили прямо судьи. Или там они, то и там не посчитают. Потому что можно только один раз прыгать связкой из трех прыжков. Два уже нельзя. Ну что, бабочка, аксель был одинарный, да? Вместо задуманного, да, это прыжок одинарный аксель. Он засчитывается, конечно, но он стоит очень дешево, как говорят. Очень мало баллов за него. Зачисляется гораздо меньше, чем за двойной аксель. Прыжок аксель – один из основных в фигурном катании. Назван по имени великого норвежца, который его придумал. Аксель Паульсен. Придуман более ста лет назад, когда все еще катались не в прекрасных дворцах, а на пруду и на речке. Чувствуется, что спортсменка просто устала. Она катает программу уже, видите, с таким надрывом. И видно, как ей, ну, тяжело, тяжеловато. Судьи тоже это все видят. И вот это вот ее тяжеловесное низок катания будет, конечно, вот такая кровь на губу. Финальные точки интересны, но все-таки композиция Дракуле посвящена. И какое-то, соответственно, должно было. Мы Дракулу увидели в конце, да. Ну оригинально, конечно, все это было сделано.